Тюльпаны – традиционный подарок на 8 марта. Настолько традиционный, что уже немного приелся, как та же самая пена для бритья на 23 февраля. Любой женщине хочется все-таки чего-то особенного, пусть даже те же самые цветы. Мы сейчас находимся в детском экологическом центре, где выращивают огромное количество растений, цветов, которые восхитят любую женщину. Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста, какие цветы у вас здесь представлены, какие пользуются больше всего популярностью и, наверное, как их можно приобрести? Ну, конечно же, большей популярностью у нас пользуются гипиаструмы. Вот в том году они у нас расцвели к 23 февраля, поэтому у нас закупали тут прям большим количеством и делали из них композиции в цветочных магазинах. Вот у нас тоже знают, что у нас растут такие прекрасные цветы, поэтому к нам приходят, и мы не отказываем, срезаем цветы для подарков. Это многолетние, срок жизни у них большой, можно посадить маленькую луковицу и потом, пересаживая ее все в большую емкость, можно получить огромную луковицу. Поэтому срок жизни, можем сказать, и 10, и 15, и 20 лет. Гипиаструм – это необычный цветок, это экзотический цветок, можно сказать. Поэтому многие, наверное, еще не знают, что они очень хороши в срезке и долго стоят в воде. Сегодня эту африканскую красавицу можно купить меньше, чем за 100 рублей. А в 15 веке гипиаструм ценился на вес золота. Позволить его себе могли лишь королевские особы. Кстати, этот цветок насчитывает сотни видов. Вот этот необычный сорт, махровый, называется афродита. Два года назад он у нас был один цветок в диаметре 30 сантиметров. Такие огромные, да, чаши. А почему афродита? Афродита, наверное, это нежность, нежность, какая-то ажурность. Маргаритки, китайская роза, лимон. В двух оранжереях экологического центра на 160 квадратных метрах разрослись настоящие ароматные джунгли. Так что, мужчины, запомните, тюльпаны – не единственные цветы весны. Всех любителей альтернативной красоты ждут в городской оранжерее. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. А, 15 лет.